Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Продолжаю начитывать брошюру про Таирея Виктора Потапова «Молчанием предается Бог» Российская Православная Церковь. Второе. Немного из истории сергианства. Не извиняйся неведением, ибо неведевы, «Сотворивый же достойно Ираном, Биен будет за то, что не узнал». Луки 12, глава 48 стих. Преподобный Ян Лественищик. В начале 20-х годов, еще при жизни святейшего патриарха Тихона, большевикам стало ясно, что физически уничтожить Православную Церковь невозможно и даже невыгодно. Тогда решено было применить иную тактику. Богооборцы поставили своей целью склонить главенство церкви к сотрудничеству с их режимом и в интересах этого режима, в первую очередь овладев всем епископатом и клиром. В числе документов, обнаруженных парламентской комиссией Верховного Совета России по расследованию причин и обстоятельств государственного переворота августовского путча 1991 года, фигурируют отчеты о деятельности 4-го отдела 5-го управления КГБ СССР. Эти отчеты представляют собой богатый материал для историков Русской Православной Церкви, изучающих ее судьбу в советский период. В них идет речь о вербовке священнослужителей на службу госбезопасности. Согласно архивным данным, политика вербовки духовенства фактически началась уже с первых лет советской власти. Вот что по этому поводу говорится в одном из документов ЧК, датированном 1921 годом. Кавычки открыты. Вопрос осведомительной и агентурной работы по духовенству. Самый больной в ЧК как по трудности его выполнения, так и потому, что на него до сих пор большей частью ЧК мало обращало внимания. Что его нужно расшевелить и двинуть с места, это не подлежит никакому сомнению. И для более быстрого верного проведения в жизнь необходимо на первых порах принять следующие меры. Первое. Пользоваться в своих целях самим духовенством. В особенности занимающим важное служебное в церковной жизни положение. Как то архиереями, митрополитами и тому подобное. Заставляя их под страхом суровой ответственности издавать по духовенству те или иные распоряжения. Могущие быть нам полезными. Например, прекращение запретной агитации по поводу декретов, закрытия монастырей и тому подобное. Второе. Выяснить характер отдельных епископов, викариев, поощряя их желаниям и замыслам. Третье. Вербовать осведомителей по духовенству предлагается после некоторого знакомства с духовным миром. И выяснение подробных черт характера по каждому служителю культа в отдельности. Материалы могут быть добыты разными путями. А главным образом через изъятие, переписки, при обысках и через личное знакомство с духовной средой. Материальное заинтересование того или иного осведомителя среди духовенства необходимо, так как на одной этой площади еще можно договориться с попами, а надеяться на его доброжелательные отношения к советской власти нельзя. При том же, субсидии денежной и натуры, без сомнения, их будут связывать более с нами и в другом отношении. А именно в том, что он будет вечный раб ЧК, боящийся расконспирировать свою деятельность. Выделено мною, Виктором Потапом. Практикуется и должна практиковаться вербовка сведомителей и через растращивание тюрьмой. Лагерям по незначительным поводам, за спекуляцию, нарушение правил и распоряжение властей и тому подобного. Правда, способ довольно ненадежный и могущий быть полезным только в том случае, когда объект для вербовки слабохарактерный и безвольный. Главным образом надо обращать внимание на качественное состояние осведомителя, а не на количественное. И вот только тогда, когда завербованы хорошие осведомители и вербовка произведена со вниманием, можно надеяться черпать из этой, из той или другой среды нужные нам материалы. В скобках ЦА, КГБ, Ф1, ОП5, ПОР, номер 360, Д360, 1921 год, секретный отдел, 6, подпись, помощь, уполномоченная СОВЧК. Скобка закрыта. Кавычки закрыты. В этом, до крайности, преисполненном цинизма документе, чекисты признаются в том, что в то время, 1921 года, вербовка Духовенского Русской Православной Церкви трудно давалась. Самый больной, чекая вопрос. Зато эту унизительную роль охотно взяла на себя группа духовенства, организовавшая так называемую «живую» или «обновленческую церковь». Это были священники, которые еще до революции 1917 года примыкали к левому крылу, а та же лица, соблазнившиеся перспективой своеобразной, опекаемой властью, духовной карьеры при коммунистическом строе и потому решившиеся стать на путь церковно-политических авантюр. Коммунисты всемирно поддерживали деятельность обновленцев, так как в духовенстве этого типа они видели послушное орудие, которое могло помочь им в разрушении церкви изнутри. Однако церковный народ не поддержал обновленцев. Он оставался верен подвергшимся гонениям патриарху Тихону. Тогда многие противники обновленческого движения были преданы суду, над ними зверски издевались в чекистских застенках, и их массами ссылали на Соловки и в Сибирь. Неудачу с живой церковью коммунистическая власть конспенсировала сторицей и полностью добилась своей цели в сговоре с заместителем вместо блюстителя патриаршего престола митополитом Сергием Старогородским, бывшим обновленцем, о котором преподобник Тарий Оптинский сказал еще до выхода его декларации летом 1908 года, что хотя он и покаялся, но яд в нем сидит. 29 июля 1927 года было обнародовано печально известное послание пастырем и пастве. Декларация митрополита Сергия Подлинные цели большевиков направлены на уничтожение всякой религии. В этом послании камуфлировались обобщением интересов богоборческой системы в СССР с интересами русского народа и с именем Родины. Кавычки открыты В декларации митрополита Сергия предлагалось самоустраниться тем из духовных лиц, кто не захотел принять его условий. В ней содержались угрозы по адресу заграничного русского духовенства и впервые от имени узаконенной советским правительством московской патриархии. Выражалась благодарность советскому правительству за его внимание к нужному православному населению. Сколько раз нам еще придется услышать подобное из уст иерархов московской патриархии? Дается ссылка на слова «покаивался, но яд в нем сидит». Яд обновленческого лжеучения сохранился в московской патриархии и после заката Живой Церкви. Вспомним противные православие теологические построения митрополита Никодима Ротова, создавшего целую школу последователей, явившихся своего рода предтечей пресловатого богословия освобождения в католических странах Латинской Америки. В связи с этим приходят нам на ум слова восхищения и благодарности патриарха Пимена и других иерархов Горбачеву за восстановление ленинских принципов в отношении Церкви или высказывание одного из епископов на сессии ЦК Всемирного Совета Церквей в Москве в 1989 году. Кавычка открыта. Мы в Советском Союзе хотим построить справедливое жизнеспособное общество в контексте социалистических ценностей. Кавычки закрыты. 17 июля 1990 года день убиения царской семьи, который сейчас в Московской Патриархии готовится прославить. В интервью газете «Правда» патриарх Алексий II, размышляя о близости коммунизма и христианства, выражал беспокойство по поводу распада КПСС и заявил, что молится, дабы предотвратить направленный взрыв в адрес партии. Стоит перелистать подшивки в журнал «Московской Патриархии», чтобы лишний раз убедиться в том, что лжеидеи обналичества прочно вошли в сознание последователей митрополита Сергия Острогородского. Этой декларацией митрополит Сергий единолично за всю церковь принял советские условия ее легализации, не найдя нужным снестись не только с заключенным в лагерь законным местоблюстителем Патриаршего престола митрополитом Петром, но даже с епископами, бывшими тогда еще на свободе. Митрополит Сергий игнорировал обязательно для всех православных архипастерей 34-е апостольское правило, которое в частности гласит, кавычки открыты, «Первый епископ ничего да не творит без рассуждения всех, ибо такого будет единомыслие», кавычки закрыты. Мудрый старец, так величали митрополита Сергия и его последователи, узурпировал церковную власть и, грубо нарушив каноны церкви, поставил под сомнение всех все последующие решения и действия московской патриархии. Формально создавалось так называемое «нормальное отношение» между серегианской иерархией и правительством СССР. Фактически же, Центральное церковное управление московской патриархии не только попало под контроль органов коммунистической диктатуры, но стало их послушным орудием во внутренней и внешней политике. Декларация митрополита Сергия была расценена в то время многими либо как малодушие, преступный компромисс его архиерейской совести, либо как превышение церковной власти. Митрополит Сергий получил массу письменных протестов. К нему прибывали делегации духовенства и мирян, которые умоляли его отказаться, пока не поздно, отзятые им курсы и уступить место другим, более мужественным и стойким архипастерям. По сведениям митрополита Иоанна Снычева, в некоторых епархиях до 90% приходов не приняли эту декларацию, отослав ее обратно автору. Его предупреждали, что этот компромисс вовлечет русскую церковь в орбиту советской политики. Напоминали ему, что путь церкви, как и земной путь Христа, путь не приспособленничества, а путь Голгофы. Многие из тех, кто предупреждал митрополита Сергия, сами взошли на Голгофу, составив бесчисленный сумм новомучеников и исповедников российских. Новомученики и исповедники российские прославлены русской зарубежной церковью в 1981 году. Участник событий тех дней профессор И.М. Андреев свидетельствует, что по количеству и по духовному удельному весу протестующих против декларации митрополита Сергия можно было судить об объеме, глубине и нравственной силе протеста. Звездочка, дается ссылка внизу. В своей книге «Краткий обзор истории русской церкви от революции до наших дней» издания «Свято-Троицкий монастырь» Джорн Данвиль, Нью-Йорк, 1952 год, профессор И.М. Андреев называет имена лишь части замечательных церковных деятелей России, которые открыто осудили поступок митрополита Сергия. Митрополит Петр, арестованный и сосланный, но не отказавшийся от своих прав законы первосвятителя Русской Православной Церкви, местоблюститель Патриаршего Престола, митрополит Агафангел, старший иерарх Русской Церкви, бывший заместитель Патриарха, митрополит Кирилл Казанский, первый кандидат на местоблюстительство, намеченный святым патриархом Тихоном, митрополит Иосиф Петроградский, кандидат в заместители митрополита Петра, архиепископ Серафим Угличский, бывший заместитель патриаршего местоблюстителя, архиепископ Илларион Троицкий, знаменитый сподвижник патриарха Тихона, архиепископ Пахомий Черниговский, архиепископ Прокопий Херсонский, епископ Виктор Глазовский, епископ Варлаам Пермский, епископ Евгений Ростовский, епископ Дамаскин Глуховский, епископ Василий Прилудский, епископ Алексей Воронежский, Епископ Иерофей Никольский, Епископ Иларион Викарий Смоленский, Епископ Дмитрий Гдовский, Епископ Сергий Нарвский, Епископ Максим Серпуховский, Епископ Павел Новомосковский, Епископы Гавриил, Авелький, Нектарий, Фёдор, Филипп, Стефан, Пётр и другие епископы, находившиеся в ссылках и концеллагерях. Среди протестующих были и замечательные представители священства, богословы-профессора и церковно-общественные деятели, Знаменитый богослов и философ профессор Московской Духовной Академии, отец Павел Флоринский, профессор Московской Духовной Академии, отец Фёдор Андреев, бывший президент Петербургского религиозно-философского общества, Знаменитый русский философ профессор С.А. Аскольдов, философ А.А. Мейер, профессор Петербургской Духовной Академии А.И. Бриллиантов, известный издатель религиозно-нравственной библиотеки профессор А.А. Новосёлов, философ А.Ф. Лосев, профессор-психиатр В.Н. Финне, диакон-доцент Петербургского университета В.В. Финне, профессора Петербургского университета Д.И. А.А. Абрамович и В.Л. Комарович, профессора Военно-религической Академии С.С. Абрамович Барановский и А.Н. Колосов, философ-доктор М.Н. Моржецкий, отец Александр Сидоров, отец Сергий Мечёв, отец Викторин Добронравов, отец Никифор Стрельников, отец Николай Пискановский, отец Сергий Алексеев, отец Анатолий Жураковский, игумен Варсонофий Юрченко, протеерей Григорий Селецкий, протеерей Антоний Котович и многие другие. 9 сентября 1927 года, тщательно рассмотрев Декларацию заместителя Патриаршего Местоблюстителя и Временного Патриаршего Синода, и приняв во внимание, что высшая церковная власть в России находится в частком пленении у врагов церкви, не свободна в своих деяниях. В окружном послании Собора Архиереев Заграничной Церкви определил 1. Заграничная часть Всероссийской Церкви должна прекратить сношение с московской церковной властью ввиду невозможности нормальных сношений с нею и ввиду порабощения ее безбожной советской властью, лишающей ее свободы в своих воизвельениях и канонического управления церковью. 2. Чтобы освободить нашу иерархию в России от ответственности за непризнание советской власти 2. Заграничная часть нашей Церкви впредь до восстановления нормальных сношений с Россией и до освобождения нашей Церкви от гонений безбожной советской власти 2. Заграничная часть нашей Церкви должна управляться сама согласно священным канонам определения Священного Собора Всероссийской Поместной Православной Церкви 1917-18 годов и постановления Святейшего Патриарха Тихона Священного Синода и Высшего Церковного Совета от 7-20 ноября 1920 года при помощи Архиерейского Синода и Собора Епископов 3. Заграничная часть Русской Церкви посчитает себя неразрывную, духовно единую ветвью Великой Русской Церкви 4. Она не отделяет себя от своей Матери Церкви и не считает себя автокефальную 5. Она по-прежнему считает своей главою вместо блюстителя Митрополита Петра и возносит его имя за богослужениями 6. Если последует постановление Митрополита Сергия и его Синода об исключении заграничных епископов и клириков не пожелавших дать подписку о верности Советскому Правительству и состава клира Московского Патриархата то такое постановление будет неканоническим 5. Решительно отвернуть предложение Митрополита Сергия и его Синода дать подписку о верности Советскому Правительству как неканоническое и весьма вредное для Святой Церкви как в России, так и за границей Кавычки закрыты Аналогичную позицию по отношению к Митрополиту Сергию и его декларации заняли и многочисленные иерархи на территории Советской России Отбывающие заключения в Соловецком монастыре епископы-исповедники так отзывались на декларацию Митрополита Сергия 27 сентября 1908 года Кавычки открыты Такого рода выражение благодарности в устав главы Русской Православной Церкви не может быть искренним и потому не отвечает достоинству церкви В. Послание Патриархии без всяких оговорок принимает официальную версию и всю вину в прискорбных столкновениях между Церковью и государством возлагает на Церковь Г. Угроза запрещения эмигрантским священнослужителям нарушает постановление Собора 1917-1918 годов А. 3. 16 августа 1918 года разъяснившаяся всю каноническую недопустимость подобных кар и реабилитировавшая всех лиц, лишенных сана за политические выступления прошедшим Арсений Мацевич, священник Григорий Петров Цитата по книге «Трагедия Русской Церкви» Париж 1977 год, страница 436 Здесь уместно привести некоторые соображения одного из выдающихся епископов, пользовавшихся непререкаемым духовным авторитетом Дамаскина Глуховского Звездочка, ссылка внизу дается Согласно данным, приведенную в книге Регелессона «Трагедия Русской Церкви», страница 578 по 579 Епископ Глуховский Дамаскин Цедрик Родился около 1880 года Окончил семинарию в Институт Восточных Языков в Казани Принял монашество и работал миссионером при Пекинской миссии 1919 года Появляется в Киеве иеромонахом Метрополит Антоний Храповицкий, лично зная и ценя его, назначил его епархиальным миссионером В 1923 году Хиротонисан в Москве священным патриархом Тихоном воепископа Глуховского векаре Черниговской епархии С 1923 по 1925 годов неоднократно подвергался арестам В 1925 году проживал в Москве, был близок к митрополиту Петру и был вместе с ним арестован В конце 1928 года, после очередного ареста и освобождения, едет в Москву, где 11 декабря встречается с митрополитом Сергием И имеет с ним продолжительную беседу, после которой окончательно порывает с митрополитом Сергием Был одним из организаторов Тайной Церкви С ноября 1929 года по 1934 год епископ Дамаскин в Соловках В 1934 год епископ Дамаскин несколько месяцев пробыл на свободе Занимался организацией Тайной Церкви на юге России Ноябрь 1934 года снова арестован Гоняли этапами на север, потом снова на юг Во время одного такого этапа нес на плечах до стоянки ослабленного духовного сына отца Иоанна С Которого могли за отставание пристелить В 1935 году арестован в Казахстане, отправлен в Сибирь О его смерти 10 сентября 1943 года рассказывают так На берегу Великой Сибирской реки глубокой осенью ожидали паром Привели одного священника, одетого в легкий подрясник и дрожащего от холода Епископ Дамаскин снял с себя рясу и со словами У кого две одежды, дай неимущему Закутал в нее священника Сам же простудился и на том же пароме На котором этап везли несколько дней умер Ссылка закончилась На два вопроса, поставленных митрополитом Сергеем Епископом Дамаскин Первое Считаете ли вы, что решение ваше является голосом Соборного иерархического сознания Российской Церкви И второе Имеете ли вы основания считать ваш личный авторитет достаточным Чтобы противопоставить его сумму маститых иерархов Совершенно не разделяющих вашу точку зрения Заместитель вместо блюстителя патриаршего престола не дал ответа Владыка Дамаскин от имени многочисленных иерархов Назвал поступок митрополита Сергея изменой Возмучившей их души Кавычки открыты В живом теле Церкви писал Владыка Дамаскин В массе верующих сейчас происходит глубокий процесс Духовно Деференциации По отношению к главной спасительной идее Церкви И именно ваша дегларация вызвала этот процесс Кавычки закрыты Не прерывающее общение с митрополитом Сергием По словам епископа Дамаскина Являются невольными соучастниками и греха его Кавычки открыты Верующие, возмущенные в глубине души своей измены вашей заветом Христа И правды православной Отвернулись от вас И от всех тех, кто с вами Пишет далее Владыка Дамаскин Они предпочитают не ходить в храмы Где возносится ваше имя И говеть уж уже два года И с боязни сделаться причастниками к греху вашему Они с упованием и страхом ждут голоса с цельной Церкви Грех ваш Еще внутренняя неправда самой декларации Основана на боязливости Ведь только в таком освящении становится понятным 8 стих 21 главы Откровения Где боязливые поставляются наряду с неверными убийцами и любодейцами Страшно подумать Как пошатнули Подорвали вы вашей декларацией Авторитет церковной иерархии Какую обильную жатву собирает на этой почве враги наши Как много верующих Не видя для себя доброго примера в своих пастырях Усомнились на вечную правду И как много их Посему отшатнулась от церкви И погибает в общепенских болотах И струях сектанства О, владыка Подумайте Какая тьма погубленных душ На страшном суде Смогут Вину за свою гибель Свалить на вас Выделено мною Петром Потаповым Вся церковь ждет от вашего Высокопроисвященства Открытого заявления Считаетесь ли вы С мнением подавляющего большинства иерархов Угасание духа веры в массах Принижение спасительных идеалов в церкви Забвение пастырями на своего долга Умножение на этой почве беззакония Истекание любви многих Не следовало ли при этом Упускать из виду Что сколько бы не делалось Не делать сатане уступок Он будет требовать новых жертв себе Ибо такова природа зла Сила церкви И источник ее постоянного обновления Не вовсе, а внутри ее самой Не вовне, а внутри ее самой Все совершается Совершенно обратно Всем вашим человеческим расчетам И упыванием Вы уже не можете быть Вычеркнуты со страниц ее Церкви Истории То или сон Исповедников своих Впишет имя ваше Российская церковь Или же отнесет к числу изменников Ее мироспасительным идеалам Внемлите общему голосу Верующего народа Каковой Несомненно является И голосом Божиим Вглянитесь в открывающуюся перед вами Пропасть неизбежного раскола Ужаснитесь Ответственности за угасание Огня веры в массах И откажитесь от вашего курса От ваших компромиссов Аннулируйте вашу декларацию Как акт личного Вашего заблуждения И выходящий за пределы Ваших полномочий И явите себя Глашателем вечной правды И истинной любви Ивангельское пред миром Отбросьте человеческие мудрования И расчеты И станьте на путь Твердого исповедничества Во имя Христова Не бойтесь возможности Горших скорбей И испытаний для церкви Они неизбежны И ваши компромиссы Лишь принижают их значимость Ибо церковь возликует И я вслед за сим На новую Голгофу И даже в страданиях своих Благословит имя ваше Зная Что главнейшим источник Разлагающего ее начало Вами уничтожен Но увы Если вы Ваше высокопресвященство Станете упорствовать В вашем курсе И открыто Пренебрежете Голосом церкви То она Продолжая свой Крестный путь Откажется от вас Как от соучастника С ее распинателями Мы умоляем Зовем вас Владыка Мы все еще Возле вас И готовы Подать вам руки Если вы Все же Не внемлите Не возвратитесь То пойдете Вашим То пойдете Вашим уклоном Дальше Но без нас Кавычки закрыты 29 марта 1929 года В окружном послании Собора Русских заграничных Архиереев Православной Русской пастве 1933 года Говорилось Кавычки открыты Мы не можем Конечно Помешать ему Митрополиту Сергию Идти избранным Путем Но сами Не пойдем За ним Мы знаем Только одну Правду Вечную Правду Христову Если теперь Хотят ее Подменить Какую-то Другую Человеческую Правду То мы Готовы Воскликнуть Вместе С Исааком Сирианином Да погибнет Такая Правда Только Молчите Говорит нам Митрополит Сергий И не обличайте Советскую Власть Ибо Этот Есть Акт Политический Молчи Только Одно Тебе Говорю Молчи Гневно Горел Некогда Грозный Царь Святителю Филиппу Продолжавшему Осуждать Его Жестокость И защищать Попранную Им Правду Не Можем Последовать Призывам Митрополита Сергий И мы Зарубежные Епископы В те Дни Когда Христос Почтивший Нас Святительским Достоинством И призвавший Нас Быть Его Верными Истинными Свидетелями Борется С Антихристом Мы Не только Не можем Быть На стороне Его Противника Но Даже Просто Оставаться Нейтральными В этой Борьбе Ибо Здесь Молчанием Предается Бог По слову Григория Богослова Кавычки Закрыты Приведенное Высшее Свидетельство Это Ничтожно Малая Часть Исторических Документов Сохранившихся От тех Времен Вопиющих О глубочайшем Падении Митрополита Сергия И о страшном Предательстве Им Церковных Была ли У церкви Альтернатива Избранному Митрополитом Сергием Курцу Да Была Она Выражена В памятной Записке Соловецких Епископов Известна Еще Как Послание Соловецких Исповедников Подписана 27 сентября 1926 Года Семнадцатью Епископами Томившись В известном Слоне С большой Буквы Слон Соловецкий Лагерь Особого Назначения Это Замечательное Послание Соловецких Узников Мало Кому Известно В России По той Причине Что Московская Патриархия Держит Его Под Спудом В Обращенном К Правительству СССР В этом Документе Нет Даже Тени Соглашательства Епископы Во Всей Правде Заявили Что В Самых Основах Мира Созерцания Между Церковью Государством Не может быть Никакого Внутреннего Примирения Потому что Условием Ее Бытия И Смыслом Ее Существования Является То самое Что Категорически Отрицается Коммунизмом Обратимся Самому Самому Историческому Посланию Вот Некоторые Характерные Фрагменты Кавычки Открыты Подписавшие Настоящее Заявление Отдают Себе Полный Отчет В том Насколько Затруднительно Установление Взаимных Благожелательных Отношений Между Церковью И государством В условии Текущей Действительности И не считают Возможным Об этом Молчать Было бы Неправдой Не отвечает Достоинство Церкви И притом Бесцельной И Ни для кого Не убедительной Если бы Они стали Утверждать Что между Православной Церковью И государственной Властью Соловецких Республик Нет Никаких Расхождений На это Расхождение Состоит Но это Расхождение Состоит Не в том В чем Желает Его видеть Политическая Подозрительность И в чем Его указывает Клевета Врагов Церкви Церковь Не касается Перераспределения Богатства Или их Обобществление Так Так Как всегда Признавало Это Правом Государства За действием Которого Не ответственно Церковь Не касается Политической Организации Власти Ибо Лояльна В отношениях Правительства Всех стран В границах Которых Имеет Своих Членов Это Расхождение Лежит В непримиримости Религиозного Учения Церкви С материализмом Официальной Философии Коммунистической Партии И руководимой Ею правительства Советских Республик Никакими Компромиссами И уступками Никакими Частичными Изменениями В своем Вероучении Или Перетолковании Его В духе Коммунизма Церковь Не могла бы Достигнуть Такого Сближения Жалкие Попытки В этом роде Были сделаны Обновленцами Православная Церковь Никогда Не станет На этот Недостойный Путь И никогда Не откажется Ни в целом Ни в частях От своего Обвеянного Святыни В прошлых Веков Вероучения В угоду Одному Извечно Сменяющихся Общественных Настроений При таком Непримиримом Идеологическом Расхождении Между Церковью И Государством Неизбежно Отражающимся На жизнедеятельности Этих Организаций Столкновение Их В работе Дня Может быть Предотвращено Только Последовательно Проведенным Законом Об отделении Церкви От государства Согласно Которому Ни Церковь Не должна Мешать Гражданскому Правительству В успехах Материального Благополучия Народа Ни государство Стеснять Церковь В ее Религиозно-нравственной Деятельности Такой закон Изданный В числе Первых Градиционных Правительств Вошел В состав Конституции СССР И мог бы При Изменившейся Политической Системе До Известной Степени Удовлетворить Обе стороны Церковь Не имеет Религиозных Оснований Не принять Его Господь Иисус Христос Заповедал Предоставить Кесарева То есть Заботу О материальном Благополучии Народа Кесарю То есть Государственной Власти И не оставил Нам Своим Последовательным Заветом Влиять На изменения Государственных Форм Или руководить Их Деятельностью Согласно Этому Вероучению И традициям Православная Церковь Всегда Сторонилась Политики И оставалась Послушной Государству Во всем Что не касалось Веры Правительство Как в своем Законодательстве Политику И право Воздержания От одобрения Которое Всегда Быть может Понятно Как знак Недовольства И неодобрения Православная Церковь Считает Сыск И политический Донос Совершенно Несовместимым С достоинством Пастыря Цитата По книге Трагедия Русской Церкви Париж Пресс 1977 Год Страница 417 По 428 Год Кавычки Закрыты 15 февраля 1930 Года В то время Когда многие Авторы Соловецкого Послания И большинство Иерархов И многие Священнослужители Русской Православной Церкви Томились в лагерях И ссылках И пребывали В частных Обстояниях Митрополит Сергий И его Синод Провели Пресс Конференцию На которой Митрополит Сергий Ответил На ряд Вопросов Представители Печати Эти материалы Широко Разошлись Тогда По всему Миру Кавычки Открыты Вопрос Действительно ли Существует В СССР Гонение На религию И в каких Формах Она проявляется Ответ Гонения На религию В СССР Никогда Не было И нет В силу Декрета Об отделении Церкви От государства Исповедание Любой Верой Вполне Свободно И никаким Государственным Органам Не преследуется Больше Того Последнее Постановление ВЦИК И СНК РСФСР О Религиозных Объединениях От 8 Апреля 1929 Года Совершенно Исключает Даже Малейшую Видимость Какого-либо Гонения На религию Вопрос Верно Верно Ли Что Безбожники Закрывают Церкви И как К этому Относятся Верующие Ответ Да Действительно Некоторые Церкви Закрываются Но Проводится Это закрытие Не по Инициативе Властей А по Желанию Населения А в Инициативе Верующих Арестовываются К ним Отнюдь Не за Их Религиоз Убеждения А в Общем Порядке Как и К другим Гражданам За разные Противоправительственные Деяния Надо Сказать Что Несчастье Церкви Состоит В том Что Она В прошлом Как это Хорошо Всем известно Слишком Срослась Монархическим Строем К сожалению Даже До сего Времени Некоторые Из нас Не могут Понять Что К старому Нет Возврата И Продолжают Вести Себя Как Политические Противники Советского Государства Вопрос Соответствует Ли Действительности Сведения Помещенные В заграничной Прессе Относительно Жестокостей Чинимых Поме Совласти Совласти По отношению К отдельным Священнослужителям Ответ Ни в какой Степени Эти сведения Не отвечают Действительности Все это Сплошной Вымысел Клевета Совершенно Недостойно Серьезных Людей Цитаты По книге В.А. Кураедова Религия Церковь В Советском Обществе Москва 1984 Кавычки Закрыты Исчерпывающую Оценку Этой Пресс-конференции Митрополития Сергия Его синода Дали Соловецкие Пископы Исповедники Еще за Четыре Года До Ее Проведения Тогда же Они Поставили Диагноз Болезни Московской Патриархии Кавычки Открыты Православная Церковь Не может По примеру Обновленцев Засвидетельствовать Что религия В пределах СССР Не подвергается Никаким стеснениям Что нет Другой Страны В Которые В Которые В Которые Пользовалась Такой Полной Свободой Она Не скажет Слух Всего Мира Этой Позорной Лжи Которая Может быть Внушена Только Или Лицемерием Или Сервилизмом Или Полным Равнодушием К судьбам Религии Заслуживающим Безграничного Осуждения В ее Служителях И не Может быть Стать Слугой Государства Кавычки Закрыты Примирить И Соединить Тую И другую Точку Зрения Невозможно Предлагаю Читателям Самим Решить Вопрос Чем Была Внушена Митрополита Сергия Эта Позорная Ложь Лицемерием Сервилизмом Или Полную Равнодушием К судьбам Религии В любом Случа По слову Исповедников Она Заслуживает Безграничного Суждения Так может Говорить Только Обновленец Нужно Назвать Вещи Своими Именами Сергеянство Синоним Лжесвидетельства Сергеянство Экклезиологическое Лжеучение Летописец Православного Мученичества Протопресвитер Михаил Польский Пишет Что Митрополит Сергий Погрешил Против Девятого Члена Символа Веры От Церкви Единой Святой Соборной И апостольской Кавычки Открыты В свое время Это Отметил В полемике С митрополитом Сергием Николай Добронравов Епископ Владимирский От 7 20 апреля 1928 Года Сказавший Что Против Апостольства Церкви Он Погрешил Введением В церковь Мирских Начал И земных Принципов Против Святости Похулением Подвига Исповедничества Отрицанием Фактов Преследования Церкви Имущества Ее Чад Против Соборности Единоличным Управлением Церковью Не говоря уже о том Что он нарушил Единство Ее Церковь Вселенская Собранная Целая И каждый Член ее Должен Не нарушать Догмата Соборности Можно Погрешить Против Вселенности Центрих На местах Не храня Единства Духа В союзе Мира Эфесян 4 глава 3 стих Самочинием Идя против Связующего В ней Начала Ибо Соборная Церковь Состоит Из множества Членов Хранящих Единства Поэтому Всякий Кто Противополагает Свою Волю Всей Церкви Погрешает Против Догмата Соборной Церкви Каждый Ее Член Должен Верить Так Как Она Похищение Епископом Власти Соборной Есть уже Не раскол Аерис Единоличное Управление Церкви Епископом Отколовшимся От соборного Единства Догмата Церкви Выраженный В девятом Члене Символа Веры Был Нарушен В прошлом Определенным Открытым Образом В Римской Поместной Церкви Единоличной Диктатурой Первого Ее Епископа Заявившего Претензию На таковое Главенство Над всей Церковью Но Православная Вселенская Церковь Отвергла Это Притязание И Порвала Общение С Римской Поместной Церковью Самочением Первого Епископа В Русской Церкви Митрополит Сергий Нарушил Догмат Соборности Протеерей М. Польский Каноническое Положение Высшей Церковной Власти СССР Из-за Границей 1948 СССР Страница По 81 Кавычки Закрыты Сергеянство Это Трагедия Всей Российской Церкви Невзирая На то Кто Где Находится Мы Верующие Части Единого Тела Христова Послова Апостола Павла Дабы Не было Разделения В теле А в честь Члена Одинаково Заботились Друг О Друге Посему Страдает Ли один Член Страдают С ним Все Члены Славится Ли один Член С ним Радуются Все Члены И вы Тело Христово А порознь Члены 1 Коринфянам 12 Глава 25 Под 8 Стих Именно Поэтому В преодолении Печальных Последствий Сергеянства Зарубежная Церковь Та же Кровно Заинтересована Как и все Страдающие Члены Русской Церкви На Родине Слава тебе Боже наш Слава тебе Аминь Продолжение следует